3-4. Раньше на заводах и в учреждениях, вузах, училищах и школах повсеместно практиковались физкульт-минутки и физкульт-паузы. Этакие перерывы на упражнения для повышения работоспособности, укрепления здоровья и профилактики утомления. Нынче они напрасно позабыты. Но не в Орловском реставрационно-строительном техникуме. Там пошли еще дальше и обещали своим студентам время от времени устраивать после уроков специальные марш-броски с прохождением контрольных пунктов. У вас будет вот так-то эскоферная палочка. Эти гонки здорово разминают все группы мышц, укрепляют здоровье и продлевают жизнь. Ну или, по крайней мере, влияют на качество жизни. А как же, всяко вам живется лучше, если вы умеете колесо поменять, раскупорить без специальной открывашки, консервы, развести костер и приготовить на нем перекус с помощью малой пехотной лопаты. Соли нет? Все это вместе называется тыловые гонки. Их придумал Орловский доброволец. Это патриотическое объединение из-за деставрационно-строительного техникума. Данные гонки отличаются от прочих подобных спортивно-патриотических соревнований для молодежи. Там надо преодолевать препятствия, стрелять и метать лопату. Здесь же, на этой лопате, надо приготовить яичницу, чтобы поддержать силы. Здесь надо не наступать, а будто оказаться в условиях, когда наступление остановилось. Опять же, из-за того, например, что транспорт не идет вперед из-за пробитого колеса, должны вы суметь оборудовать себе укрытие? Должны, а приготовить сумеете? А сможете отказаться от стереотипов и использовать для выживания места сковородки даже шансовый инструмент? И т.д. И если кого-то из студентов не прикалывают эти игры патриотов, им все равно показаны тыловые гонки, потому что они вообще учат изобретательности и решительности. Пара таких кругов вокруг корпуса. И научишься жить и спасаться в условиях, когда отключат свет и интернет. И нельзя будет спросить совет у эксперта из Ютуба. Кстати, про экспертов местных. Среди них преподаватель ОБЖ. На чередном контрольном пункте он принимает доклад и, если что, штрафует. Какой пистолет-пулемет был разработан в блокадном Ленинграде? ППС. Почему Советский Союз связался с войной в Финляндии? Чтобы отодвинуть границы страны от Ленинграда. Сколько бомб-снарядов немецко-фашистскими захватчиками было выпущено по Ленинграду? Не знаю. Упор лежа принят. Еще среди экспертов общественники из организации «Боевое братство» плюс поисковики и деконструкторы из клуба «Батальон». Они пожаловали с выставкой формы и вооружения. Стоять скомандовали им. В смысле, стоять крепче. В смысле, в деставрационно-строительном техникуме есть мастера и мастерские, чтобы сделать ножки для новых манекенов уже для следующей такой выставки. Мы договорились помочь движению, сделать стоечки для манекенов, чтобы было больше. Разновидности войск, званий. Впрочем, здесь делают все, чтобы не только манекены уверенно стояли на ножках, а чтобы студенты техникума стояли твердо на ногах, выучившись не только по специальности. Сергей Быковский, Дина Волкова, телеканал Первый областной.